Итак, перед нами Ниссан ГТР. Автомобиль делался с турниками нашей компании в Москве. Автомобиль американский 2009 года. Задача полностью переделать мультимедиа систему. Мы установили первое, это видеопарктроники. Вот они спереди. Разумеется, камеру переднего вида. Идем назад. Здесь у нас появилась камера заднего вида. Парктроники. Да, и после этой переделки автомобиль еще работает. Что тоже немаловажно. Садимся в салон. Первым делом, по требованию заказчика, мы поменяли приборную панель на НИСМО. Панельная приборная стала рестайлинговая. Подсветка стала белой. Она исправно работает. Скорость измеряется в километрах. Раньше была в милях. Подсветки и вся информация выводят все как положено. Теперь возвращаемся к бортовому компьютеру. Панель у нас дорестайлинговая. Начинка вся у нас рестайлинговая. Все, что касается спорта, ГТР, все теперь выводится на русском языке. Все меню полностью. Вот такие красивые меню. Навигация. Навигация загружена. Россия и Европа. Версия Ксанави 15-16. Навигация, разумеется, с пробками. Надписьей REMOZ. Вот. Камера. Пробки. Все красиво. Все присутствует. Значит, радио у нас было, разумеется, американское. Теперь у нас радио с европейским форматом. Тщание. То есть от стаи выше. Все волны выводятся на штатном бортовом компьютере. Штатный бортовой компьютер тоже, разумеется, стал здесь на русском языке. Расход. В литрах на 100 километров. Так. DVD. В автомобиле появилось DVD-видео. Запускаем DVD и смотрим вот такое красивое DVD на новом современном сенсорном мониторе. Монитор с высоким разрешением, как в кристаллинговой версии. Четкий, красивый, яркий. Музик-бокс. Появился музик-бокс на 30 гигабайт музыки. Аудио-блютуз, который раньше не было. Теперь можно с телефона прослушивать аудио на штатном бортовом компьютере. И, наконец-таки, на AUX мы подцепили TV-тюнер. TV-тюнер вот такой красивый. Сейчас мы сейчас смотрим канал STS. Значит, переключение видеорежимами у нас происходит не обычаем, а кнопками на руле. Что удобно в GT-ре, поскольку лишнего места для кнопок тут нет. Нажимаем кнопку и переключаем видеорежимы. В автомобиле также еще появился блогопилящий информаций с телефона на экран. Технология Miracast или AirPlay. Работает как с телефонами на Android, так и с телефонами на iPhone. Вот этот видеоход, который только что был синим экраном, это видеоход для RaceLogic. Теперь вы можете запросто подключить сюда RaceLogic и все показания с RaceLogic вывести на штатный монитор. Не надо цеплять дополнительные примочки к самолетной штатному ртовому компьютеру. Клиент чуть позже его установит. Значит, в подлокотнике, вернее, в бардачке у нас открылся USB-шник, через который можно смотреть аудио-видео и еще один дополнительный USB, который мы взяли от штатного TV-тюнера. Врезали его красиво, по-модному, в подлокотник. Значит, это функции видеопарктроника и TV-тюнера. Ну, TV-тюнер, собственно говоря, воспроизводит разные частоты вещания. Управление идет через пульт. Такая вот красивая мультимедиа. По поводу видеопарктроников. Сейчас продемонстрируем, как работает. Включили заднюю передачу. Включился задний видеопарктроник. Появились активные парковочные линейки. Передний видеопарктроник. Все, спасибо за внимание. До свидания.